Всем привет! Сегодня мы знакомимся с творчеством Фернандо Кармон. Полное имя Фернанд-Ан-Пиестер Кармон. Французский художник, реалист, педагог. Данные я беру из википедии и вот сейчас скажу вам картину и зачту то, что там написано. Сын драматурга и жены Кармоны и актрисы Шарлотты Фурай. Фернанд Кармон начинал изучать заявопись в Брюсселе у Жана Франсуа Портеля. В 1963 году молодой художник возвратился в Париж, где продолжает обучение под руководством Александра Кабанеля и жены Формантена. В своем творчестве Кармон всегда придерживался требований академического искусства. Выставляя свою работу на парижских салонах, в 1882 году Кармон создал и возглавлял частную художественную школу от Ильи Кармона, которая находилась на Монмар. Среди учеников следует назвать таких мастеров, как Анри Детелус Латрек, Винсент Ван Гог, Луи Анкетен, Эжен Бош, Эмиль Бернан, Жан Дезерее Баскуле, Леон Жубер и другие. В общем, действительно, плеяда знаменитых художников. В студии Кармона занимались Виктор Борисов Мусатов, Николай Рерих, Эмиль Визель, Константин Кузнецов, Исаак Батюков, Александр Шервашидзе, Николай Халявин и другие художники российского происхождения. Вот видите, интересно узнали, да? В 1890-е годы обучение в частной студии Кармона привлекало выходцев из России. Отсутствие информальных препятствий к преступлению. Профессор достаточно либерально относился к молодежи, не требовало знания французского языка, учеников, как правило, принимали без экзаменов. Работа в студии Кармона в целом могла быть приравнена примерно к третьей ступени обучения в Академии художеств. Для студента из России работа в Париже до 1897 года была, помимо прочего, единственной возможностью писать обнаженную женскую натуру, которой не было в отечественных учебных заведениях до нововведений в классе Валентина Серова. Борис Мусатов находил в его подходе немалообщего с преподавательской системой Чистякова. Наряду с многосеансовыми натурными студиями у Кармона практиковались наброски, когда модель меняла свое положение каждые 15 минут. Быстрые рисунки помогали ученикам сфокусироваться на общих пропорциях, особо в характере модели. Ее позы воспитывали остроту, взгляда и смелость руки. Профессор не подавлял своих учеников и в большей мере, чем мэтр других частных студий, поощрял в них индивидуально. В 1880 году Фернанд Кармон стал кавалером Ордена Почетного Легиона, совершил путешествие в Тунис, Британь, возглавлял Национальную школу изящных искусств, стал членом Академии изящных искусств. В своем творчестве художник разрабатывал преимущественно исторические и религиозные темы, был известен также как мастер портрета. Произведения Фернана Кармона хранятся в музее Арсе и других известных собраниях изобразительного искусства. Да, музей Арсе это, конечно, серьезно. Для тех, кто вдруг когда-нибудь побывает в Париже, надо, конечно, зайти посмотреть. Интересное собрание, работу музея Арсе. А так, ремарка. Ну, собственно говоря, вот и все, что удалось найти о французском художнике-веолисте, педагоге Фернане Кармоне. Смотрим работу. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok